Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. И у нас сейчас будет часть нашего семинара, практическая часть. И так как этот месяц у нас был месяцем здоровья, и мы об этом и молились, и постились, ревновали, проповедовали, то сейчас мы, как лидеры, пройдем с вами тему, как молиться за больных. То есть это то, что, наверное, очень часто встречается в нашем служении. Вокруг есть люди, которые нуждаются в здоровье, и как нам можно им помочь. Я хочу, чтобы мы могли сейчас прочесть место из Библии. Это Матфея 10 глава, 7-8 стих. Что Бог говорит для нас? Матфея 10, 7-8. «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Это сказал наш Господь Иисус Христос. Я хочу добавить еще, написано в Марка, что всех уверовавших будут сопровождать эти знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть те, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, они имеют власть от Бога, возложат руки на больных людей и молятся за их исцеление. Также в Иоанна Иисус Христос говорит, что те дела, которые Он сотворил, и мы сотворим. А какие дела творил Иисус Христос? Он проповедовал, Он исцелял, Он изгонял бесов, Он благотворил людям, и Он хочет, чтобы теперь мы, Его Церковь, мы могли продолжить Его дело. Понятное дело, что исцеляет Господь Иисус Христос. Мы не можем взять и просто исцелить человека, как нам этого хочется. Но что можем сделать мы, как люди, как служителя, если мы видим, что рядом больные люди, и они нуждаются в помощи? Я хочу, чтобы мы могли посмотреть на три таких серьезных и важных шага, которые доступны для нас, как для служителей, и мы таким образом сможем послужить людям. Первое – это найти слово, от которого будет идти вера. Первое – это найти слово, от которого будет идти вера. Братья и сестры, это очень важно. Когда мы хотим молиться за больного человека, то первое, с чего нужно начать, это с Божьего слова. А почему с Божьего слова? Потому что написано, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Когда мы человека наставляем в Слове Божьем, это зарождает в нем веру. Поэтому у нас, как у служителей, в запасе всегда должны быть места писания об исцелении. Во-первых, мы должны некоторые из них помнить наизусть, чтобы цитировать человеку. Я думаю, что многие из них мы должны знать, где они в Библии записаны. И возьмите, откройте Евангелие, любые Евангелия, и Матвея, и Марка, и Луки, и Иоанна. Там есть множество историй о том, как Иисус Христос исцелял больных людей. Поэтому прежде, чем молиться за человека, мы, как служителя, можем показать ему это место или процитировать. Это может быть Исайя, 53 глава, где ранами его мы исцелились. В любом случае, у нас на вооружении должны быть такие места писания, чтобы мы могли основать веру человека именно на Библии. После этого мы должны объяснить ему это место писания, чтобы это стало понятно для него, вдохновить его, чтобы человек мог поверить в то, что Иисус Христос, он и тогда исцелял, он может исцелить и сегодня. Поэтому первый шаг – это найти Слово, от которого идет вера, и человеку это Слово принести, человеку это Слово объяснить. Второе – это свершить молитву. Второе – это свершить молитву с практическим прикосновением. Что такое практическое прикосновение? Мы читаем в Библии, в Евангелиях, как часто Иисус Христос, Он не просто молился, хотя были такие моменты, что Он молился к большому собранию, словом изгонял бесов, но чаще всего Он прикасался к людям, Он возлагал на людей руки. Мы читаем о том, как Он даже сделал брение, исплюновение, положил на глаза больному человеку. Он втыкал больному пальцы в уши. Мы видим, что Иисус Христос говорил больному «протяни руку». Для чего это было необходимо? Знаете, тогда человек понимает, что что-то происходит, и тогда в нем действительно укрепляется, что ли, вера. Мы можем точно так же использовать разные методы. Это возложение рук, это помазание елеем, это «выйди вперед», как Иисус обращался к больному, сухоруком Он сказал, «выйди вперед», это «протяни твою руку» или «поднимите руку», это «слово знания», это «платки и опоясания». Помните, когда апостол Павел использовал платки и опоясания? Это очень часто действует для тех людей, которые не могут быть рядом с нами, но кто-то сможет прийти и принести им этот платок, над которым уже молились, и свершить там молитву за больного человека. Это телефон. Что такое телефон? Очень часто, особенно сейчас, мы молимся с людьми по телефону молитвы и согласия. Люди рассказывают о том, что они больны, и очень часто я говорю, давайте мы прямо сейчас вместе с вами помолимся. Он молится там, с той стороны провода, я с этой, и мы вместе ходатайствуем за его здоровье или за здоровье его родных, о которых он попросил. Бывает такое, братья и сестры, что на служение у нас идет молитва за исцеление, а человек находится дома, мы можем тут же перезвонить ему и сказать, сейчас идет молитва, и принимай от Бога благословение, принимай от Бога исцеление. И таким образом через телефон мы сможем послужить этому человеку. Дорогие друзья, Иисус делал такие разные способы прикосновения, возлагал руки на больное место, брал за руку. Мы можем сегодня точно так же не просто свершать молитву, но молитва с таким прикосновением к человеку. Поэтому первое, это найти слово, от которого будет идти вера, второе, это свершить молитву. И третье, что тоже очень важно, это бороться и выстоять в вере. Бороться и выстоять в вере. О чем здесь я хочу сказать? О том, как важно после этой молитвы наставить человека, что не всегда ответ придет вот в ту же самую минуту, как мы помолились. Что будут такие моменты, когда человеку нужно будет побороться после молитвы, приняв от Бога благословение, еще побороться за свое чудо. Привести примеры из жизни тех людей, которые боролись. А вы скажете, а где мне эти примеры знать? Взять. Во-первых, мы очень много слышали или знаем о братьях и сестрах из нашей церкви. Хочу сказать вам, что у нас есть на нашем сайте ролики, свидетельства, которые мы снимаем и показываем на квартальных евангелизациях. Их у нас накопилось за эти годы очень много. И они действительно прекрасны и укрепляющие веру. Поэтому мы можем сами просмотреть, чтобы быть на вооружении, знать, какие истории были у наших братьев и сестер. А также можем сказать человеку о том, чтобы он, ожидая своего чуда, просматривал эти ролики. Это будет очень сильно укреплять его веру. И знаете, большинство из этих роликов рассказывает о людях, которые боролись за свое чудо, которые молились и ждали, и Господь их благословил. Я помню, как один из роликов, я думаю, что и вы помните, о том, как жена нашего, одного из епископов, Даниила, когда у него был рак, и была очень серьезная ситуация, и врачи, они не давали, в принципе, никаких хороших прогнозов, она обвешала весь свой дом местами из Библии, которые говорят об исцелении. Они были и в ванной, когда она чистила зубы, она смотрела, на зеркале висело это место. Когда в спальне она открывала глаза, первое, что она видела, место из Библии, которое говорило об исцелении. Кругом по дому были такие места Писания, и это укрепляло ее веру, и проходило время, недели, месяцы, но она получила свое чудо. Вот мы должны человеку объяснить, что есть такие моменты, когда чудо придет не в этот день, а за него нужно побороться, и чем, знаете, такая серьезнее будет борьба, тем радостнее будет одержать победу. Поэтому, дорогие братья и сестры, у нас на вооружении тоже должны быть такие вот свидетельства, чтобы мы могли перевести пример человеку. Поэтому еще раз повторю, найти слово, от которого будет идти вера, потом помолиться за человека, а потом вдохновить его бороться и выстоять в вере. Это то, что можем сделать мы как служителя, чтобы послужить этому человеку. Братья и сестры, а исцеляет Господь. Аминь. Я хочу сейчас привести три примера из жизни, которые я слышала, как люди молились за исцеление, и Бог действовал. Первый пример, я его услышала много лет назад, это одна женщина рассказывала мне о том, как ее пригласили в церковь на служение. Она тогда еще была неверующая. Кто-то из знакомых пригласил ее в церковь, и она пришла на служение. Она никому не говорила о своей проблеме. И вот, когда уже закончилась проповедь, пастырь, это была женщина, она начала молиться за больных. И когда она молилась, она провозглашала слово знание. И она сказала, сейчас на этом месте есть женщина, у которой огромная проблема с челюстью. У вас была серьезная травма, и у вас не заживает челюсть. Бог сегодня исцеляет вас. И знаете, это было достаточно большое собрание. Эта женщина затерялась среди многих людей. Но она говорит, когда я услышала это слово, говорит, ведь никто не знал об этой проблеме. Я не была членом этой церкви, я была гостем. Она говорит, ну у меня была именно эта проблема. Говорит, и когда я это услышала, так пока я сидела, ничего, но когда я услышала это слово, вдруг что-то начало происходить с моей челюстью, говорит, и я вышла с этого служения, я была абсолютно здорова. У меня очень долгое время была проблема, но вот после служения я вышла абсолютно здоровая. Я говорю, я ее спрашиваю, ну конечно же, вы не рассказали пастырю о том, что с вами произошло. Она говорит, конечно же, я ничего не рассказала. И знаете, что я подумала? Как часто мы, Молимся за людей, даже провозглашаем это слово «знание». Мы даже не подозреваем, что что-то происходит. Эта пастырь, она не знала, что ее молитва, она такое действие в ком-то произвела. Вот так и нам, люди, они не рассказывают и не докладывают, что в жизни что-то произошло. Но, дорогие друзья, происходит в жизни людей. Бог действует, Бог помогает и Бог исцеляет. Я хочу вдохновить вас, чтобы вы молились. Многие люди, они не рассказывают нам потом, что произошло. Но мы будем верить. Бог действует. Когда мы молимся, Бог исцеляет. Вторую историю я тоже слышала лично, как один человек говорил о себе. На тот момент, когда он рассказывал, он был уже давно служителем, но он говорил о своей жизни, о том, как он еще был молодым христианином, совсем молодым. Не по возрасту физическому, а по духовному возрасту. И он говорит, однажды я настолько вдохновился, читая Библию, и я понял, что Бог сегодня действует и исцеляет. И если мы будем проповедовать Евангелие больным людям, и будем за них молиться, Бог будет исцелять. Он говорит, я настолько в это поверил, что мне захотелось тут же что-то сделать, проявить свою веру. Он говорит, я взял Библию, и пришел в одну из больниц искать больных. И зашел в какую-то из палат. Он на тот момент не был служителем, это был еще только-только поверивший Богу человек. Но он поверил, что Бог может его использовать. Как знаете, у верующих же будут сопровождать эти знамения. И он говорит, он пришел в одну из палат, и он начал проповедовать об Иисусе Христе. О том, что Иисус Христос пришел на эту землю спасти людей. И он не только спасает, он исцеляет. Он проповедовал, как умел. А потом подошел к каждому человеку, возложил руки, помолился за исцеление. И ушел. И он говорит, через неделю я опять пришел в эту больницу. Говорит, каково было мое удивление, когда я поднялся на этот этаж, тоже с Библией в руках. Говорит, и тут ко мне начали бежать какие-то люди. И говорит, пастырь, помолитесь из-за меня. Он говорит, думает, ну к кому это? Ко мне обращаются? Я не пастырь. Но, говорит, люди бегут именно ко мне. Говорит, я спросил, в чем дело? Оказывается, после того, как я ушел из этой палаты, настолько Бог помог этим людям, им стало легче, их выписали из больницы. Говорит, и теперь думали, что это какая-то великая Божья сила, что какой-то великий пастырь приехал, помолитесь из-за меня. Он говорит, ну я не был тогда пастырем. Я тогда просто поверил в то, что если мы будем проповедовать об Иисусе Христе, мы будем ревностно молиться, Бог действует даже через молодых христиан. Я была свидетелем этого рассказа. И третье, братья и сестры, я хочу привести пример, какой был у нас по местной церкви. Я помню, как однажды на наставничестве пришел человек, только-только он обратился к Богу, его мама привела. Он уже долгое время принимал антидепрессанты, у него была страшная депрессия. И он уже не один год принимал таблетки, и без них он не мог обходиться вообще. И у него было лицо, знаете, эти антидепрессанты сделали из его лица маску. Вообще ни одной эмоции. Вот просто, знаете, сидит восковый человек. Хотя он был молодым, но восковое лицо. И когда он попал уже на домашнюю группу, и вот, знаете, он... Не сразу пришла победа в его жизнь. Не сразу. Он приходил, но продолжал принимать эти таблетки, продолжал, знаете, носить эту маску на лице. И вот домашняя группа приняла такое решение. Они разбили в неделе, график сделали. Например, ты отвечаешь за понедельник, ты отвечаешь за вторник, ты за среду, ты за четверг. Они разбили неделю и договорились, что каждый из них в свою череду будет звонить этому брату и говорить ему слова веры. Говорить о том, что Иисус Христос, он сильный ему помочь и освободить его. И вот представьте, эти люди, сговорившись с домашней группой, это было их такое общее дело. Каждый в свою череду, когда был его день, он получал от Бога откровение из Библии, звонил этому человеку и провозглашал в его жизни слова веры. И это не была одна неделя, это продолжалось несколько месяцев. Но знаете, что произошло в результате? Этот человек поверил. В один прекрасный день к нему пришла вера, что Бог может его избавить. И он отказался от таблеток и принял решение, что он теперь верит, что Иисус его освободит. Это было его решение. Это было не сразу, но он к этому пришел. Что послужило? Те слова веры, которые говорила ему домашняя группа. И знаете что? С того момента, уже прошло много лет, этот человек, когда я его сейчас встречаю по местной церкви, он всегда улыбается. Он такой веселый, такой энергичный. Когда я вспоминаю, каким он был и каким он сейчас стал, я понимаю, если Иисус освобождает, он освобождает истина человека. Но он бы к этому, возможно, никогда бы не пришел, если бы его домашняя группа, они не приняли решение побороться за жизнь и здоровье этого человека. Поэтому, дорогие друзья, знаете, в конце перед молитвой я хочу сказать, Бог действует и через пастыря, Бог действует и через молодого христианина. Бог может свершить чудо и мгновенно, а будут такие моменты, что за чудо придется посражаться. Но я хочу вам сказать самое главное. Бог сказал, чтобы мы могли действовать, чтобы мы могли нести людям это слово, чтобы мы могли давать. Знаете, написано, мы начинали с этого, мы начинали с этого, нашу практику, с этого стиха Матфея 10,8. Здесь говорится, даром получили, даром давайте, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Братья и сестры, здесь Иисус Христос говорит, что мы что-то получили, и мы должны это что-то отдавать. Что мы получили? Мы что, получили диплом врача? Нет. Но мы получили от Бога благодать, мы получили от Бога силу. И Бог говорит, что мы получили ее даром, не по заслугам, не по мудрости, не по способности нашей. Бог говорит, даром получили, а что теперь нужно с этим всем делать? А теперь давайте. Написано даром давайте. Бог хочет, чтобы теперь мы могли давать это людям, чтобы мы могли делиться этой благодатью, чтобы мы могли молиться за больных людей. А знаете почему? Братья и сестры, потому что рядом с нами есть множество людей, подобных этой женщине с кровотечением, которая уже посетила множество врачей, которая истратила все свое состояние, но пришла еще в худшее положение. Кто может помочь таким людям? Им может помочь Иисус Христос. Сегодня Иисуса Христа нету во плоти с нами, но Он живет в своей церкви, в своем духовном теле. И мы сегодня имеем от Бога это слово. Идите, даром получили, даром давайте. Давайте мы сейчас поднимемся. Давайте мы сейчас очень ревностно и искренне помолимся. Братья и сестры, чудеса свершает Господь, исцеляет и освобождает Господь. Это Его сила и Его власть. Но раз Он говорит нам возлагайте руки на больных, значит Он хочет, чтобы мы могли это делать. Значит Он планирует что-то делать в этот момент. Раз Он говорит, чтобы бесов изгонять. Значит Он хочет, чтобы мы могли это делать, чтобы мы могли освобождать людей. Давайте мы сегодня помолимся, чтобы Бог дал нам этого дерзновения, этой смелости, чтобы мы могли проповедовать Иисуса Христа. Проповедовать о том, что Он спасает, исцеляет и освобождает. Чтобы мы могли молиться за больных. И чтобы эти люди, они обретали помощь от Господа. Давайте мы сейчас попросим у Бога этой смелости и дерзновения молиться за больных. Дорогой наш Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за то, что Ты имеешь силу. Ты вчера, сегодня и во веки тот же самый. Мы благодарны Тебе за то, что Твое Слово живо и действенно. Господь, оно живо и сегодня, оно рождает в нас веру. А вера ведет нас к чудесам. Господь, Ты сильный исцелять и сегодня. Господь, Ты посылал Твоих учеников, простых рыбаков. И Ты им говорил о том, чтобы они могли исцелять больных, чтобы они могли освобождать людей, которые зависимы, или людей, которые одержимы, чтобы они могли очищать прокаженных. Дорогой Господь, они были простые люди, но сила Божья действовала через них. Вот и мы, простые люди, стоим перед Тобою. Но мы хотим служить Тебе, мы хотим творить Твои дела, мы хотим видеть Твою силу, действуй через нас. Господь Иисус, пусть Твоя благодать и смелость, и дерзновение наполнит нас, чтобы мы могли нести это Слово жизни людям, чтобы мы, Господь, они исцелялись, освобождались, спасались, очищались. Господь драгоценный, Боже, вот наши руки, когда мы будем возлагать их на больных, пусть они исцеляются. Вот наши уста, когда мы будем провозглашать с верой Божьей Слово, пусть оно сеется, приносит плод. Вот наши ноги, мы хотим благовествовать Евангелие, а Ты подтверждай чудесами и знамениями. Господь драгоценный, мы принимаем сегодня от Тебя ту великую благодать, даром получили, даром давайте, а Тебе за все будет единому. Вся слава во имя Иисуса. Аминь. Да благословит Вас Господь.